Быть экологичным значит беречь окружающую среду. Экономить ресурсы и не загрязнять природу учат с детства. В школах и садах по всей Московской области устанавливают так называемые фандоматы – автоматы для сбора пластиковой и железной тары. На сегодняшний день Химки – лидер среди городов Подмосковья в борьбе за чистую страну. В рамках программы губернатора в городском округе установлено 20 автоматов для сбора бутылок. Несколько месяцев в городском округе вели подсчет бутылок, которые собирали с помощью фандоматов. По окончанию эксперимента лидером среди неравнодушных к природе химчан стал Сергей Григоров. Ему удалось опустить в эко-пункт 17 тысяч пластиковых бутылок. За это ему вручили подарочный сертификат на 50 тысяч рублей. У меня слов нет даже. Не знаю даже, что говорить. Теперь я постоянно буду в таких акциях принимать участие. Детям, внукам, что-нибудь подарок куплю. Какой-нибудь стоящий. Жене подарю еще что-нибудь то же самое. Чтобы им было радостно. Ну и себе, конечно, что-нибудь стоящий на память. Фандоматы, установленные на территории округа, производит компания «РТ-Инвест». Собирают экологичные машины в Климовске. Здесь, в небольшом помещении, каждый день инженеры делают большое дело. Сначала собирают коробку агрегата. Дальше за дело берутся ювелиры производства – сборщики электронной составляющей будущего робота. Для обывателя задача невыполнимая. А вот для профессионала – занятие на пару часов. Сейчас на предприятии в Подольском районе производят фандоматы трех типов. Они не боятся ни механических повреждений, ни осадков. Это внутренний фандомат неутепленный. Внешний фандомат уличный маленький. Вот он представлен здесь. Этот фандомат прошел испытание в морозильной камере. Успешно его выдержал. Все системы работают отлично. Как правило, именно такие фандоматы ставят в школах, торговых центрах и других общественных местах. А вот это машина посерьезнее. Фандомат внешний, уличный, большой. Аппарат имеет абсолютно те же самые узлы, но позволяет использовать в качестве емкости для загрузки настоящие мусорные контейнеры. Большие. Кроме того, говорят на производстве, за счет большей вместимости он гораздо проще в обслуживании. Единственное правило, которое необходимо соблюдать при эксплуатации всех типов фандоматов – чистая тара. На фандомате даже написано, что тара должна быть чистая, без содержания жидкости внутри. Для отсечения грязной и наполненной тары, чтобы не загрязнять внутренность аппарата, существуют датчики, такие как весы и оптодатчики. Фандоматы, заявляет начальник производства Алексей Митин, умные машины. Они умеют не только отсекать ненужное, но и сортировать тару по материалу. Мы изначально разрабатывали наши аппараты как готовые изделия, а не маркетинговый ход. У нас есть системы сминания тары, которые увеличивают количество принятых тар в несколько раз, за счет чего упрощается обслуживание аппаратов. У нас происходит разделение по фракциям, это алюминий и пластик. Есть модели также с приемом стекла. На сегодняшний день продукт, который производят в Климовске, пользуется популярностью не только в Подмосковье, но и во многих других регионах страны. В ближайшем будущем на предприятии планируют расширять штат, а значит и количество производимых фандоматов. Но, надо сказать, масштабы и сегодня внушительные. За неделю специалисты собирают порядка 50 машин.